Всем привет! Сегодня 9 марта, Московская область, и я начинаю посев перцев. Всего на этот год я запланировала 11 сортов, ну и плюс еще один острый у меня будет. Перец Рамира Триколор я уже посеяла, у меня он уже взошел, растет все прекрасно. И сейчас высеваю основные перцы. Для себя делаю вот такую шпаргалку, это каждый год, и потом уже вставляю в тетрадь для записи, где я веду ежегодные записи по огороду. Расписываю, какие сорта перцев я буду высаживать, количество каких штук, сколько буду по итогу высаживать в теплицу, какого числа замачиваю, какого числа высеваю. Также по баклажанам это я делаю, по томатам тоже все сорта для закрытого грунта, для открытого грунта. Это очень удобно, ничего забыть невозможно, и веду полный контроль, так сказать. Так, а сегодня у меня будут перцы. Перцы я высеваю вот в такие ящички, но всегда использовала вот такие, это из фикс прайса. Они у меня уже, наверное, года 3 или 4, но они, сами знаете, они немножко расхлябанные такие, и еще со временем они, как мне кажется, еще тоньше что ли становятся, и, конечно, ломаются. Поэтому земля у меня еще своя, она более тяжелая, и вот эта расхлябанность не очень хорошо, потому что, когда берешь в руки ящичек, то заломы земли образуются, земля ломается, так сказать. Поэтому в этом году я приобрела вот такие ящики, я сейчас покажу. Вот такие ящики, они мне очень понравились, производство Москва, не воняют, сделаны из плотного материала, и не низкие, и не высокие. В общем, то, что нужно. Вот я и буду теперь приспосабливать, ежегодно буду в них сеять. Очень качественная вещь. Землю я использую свою, приготовленную с осени. Насыпала небольшое количество заранее, то есть вчера я ее пролила фитоспорином, нарезала сразу бороздочки, и сделала пометки по номерам, какие сорта у меня здесь будут высеваться. В последнем видео я рассказывала, что перец буду замачивать, сделала я это 7 числа, замочила, сегодня 9, и сегодня буду их высевать. Конечно, они у меня не проклюнулись, вот так выглядят, но очень и очень значительно набухли. Я уже говорила, что сильно проклюнущие семена я вообще никогда не высеваю, потому что вероятность есть, что корешок может поломаться, поэтому я не рискую. Но по семенам видно, что они вот-вот и уже будут проклевываться. Беру пинцет и аккуратно раскладываю. Ну, так на приличном расстоянии здесь места хватит. Разных сортов я высаживаю разное количество семян, но каждого будет не менее 3-4 штук высаживаться в теплицу. Потому что семена я беру свои из сортов. И мне нужно 3-4 куста, чтобы выбрать самый лучший куст и затем самый лучший плод для забора семян. Острый перец, семена у меня тоже свои. Вот прямо отсюда, с этой веточки я их сразу и взяла. Я буду высевать отдельно в плошку. Я никогда сладкий перец даже не высеваю, не то что сажаю, даже не высеваю вместе. Поэтому это будет уже отдельно. Высеваю я только практически сортовые перцы. У меня здесь только один гибрид. И в томатах я тоже это придерживаюсь. Потому что, как я уже сказала, что я семена собираю свои. И все названия я оставлю под видео. Если кому-то интересно, загляните в инфобокс. Посмотрите, какие у меня на этот год сорта перцев. Я сорта перцев и томатов, знаете, вот прямо в этом году целенаправленно сажаю для какой-либо цели. Не просто так мне понравился сорт или еще что-то. Ну, конечно же, он мне должен понравиться. Но и для того, чтобы конкретно для определенного дела. То есть, у меня здесь перцы есть и для гриля. Потому что в этом году мы делали перцы на костре. И я замораживала. Это просто невероятная вещь, которая идет и в шоуруму, и в пиццу. Без такого перца, мне кажется, раньше, не знаю, как мы жили. Это очень вкусно. Вот этот запах дымка перечного просто восхитительно. Есть перцы, которые я высеваю именно для фаршировки. Есть перцы для лечо. И так далее. Поэтому у меня сейчас посевы осмысленные. Также и с томатами у меня в этом году тоже. Каждый сорт я взяла для определенной цели. Чтобы, знаете, не просто так вырастить. Ты не знаешь, для чего их использовать. Перцы, конечно, я высеваю с запасом. То есть, если мне нужно будет всего лишь 3 или 4 куста, то посею я 5-6 точно. Чтобы был выбор. Потому что рассада не вся всходит. Тем более, семена не мои. И поэтому присыпаю влажным торфалином. Как я уже сказала, что земля моя тяжеловата для присыпки семян. И чтобы они побыстрее зашли и более равномерно, я использую торфалин. Он мне нравится. Использую и уже второй год. Так, и сейчас еще посею острый перец. Взяла вот такую плошку. Замачиваю перцы острые. Тоже, конечно же, отдельно от сладких. Просто раскладываю. Всего мне нужно 1-2 кустика. Мы его, знаете, особо так не едим. Это только для аджик. В основном для закруток. Все. И так же торфалином, тонким слоем, присыпаю. Все подписываю обязательно. Сейчас я ящик закрываю пленкой пищевой, так как нету здесь парничка. Так, и это все дело я уберу на теплый пол, на лоджию. Там у меня подогреваемые полы. И как раз это будет то, что нужно для прорастания перца. Этот я просто накрою вот такой крышкой. И тоже поставлю на теплый пол. Еще хочу сказать про посев томатов. Семена я тоже буду замачивать. Но я их замачиваю не для того, чтобы они проросли, а просто, чтобы семя набухло. Делать я буду это 10 марта, а посею 11 марта. Буду делать это в 2 этапа. С разницей в 1-2 дня. Потому что сортов у меня много. И высевать буду вот в такие же ящики. И замачивать тоже по этому же принципу, как и, собственно говоря, перцы и баклажаны и так далее. Так, а насчет баклажан. Так как они у меня раннеспелые, буду выращивать их в открытом грунте. И высевать я их буду на рассаду 1 апреля. А у меня на сегодня все. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь. Не забывайте ставить колокольчик оповещения. Всем пока!